Если бы все практиковали кормление грудью, мы могли бы спасать в год до 820 тысяч детских жизней, говорят медики. Согласитесь, интересный аргумент. А вот на чем он основан? Об этом ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по городу Самаре, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники номер 15. Здравствуйте. Светлана Александровна, мы вообще странную, как мне кажется, тему затеяли сегодня. Может быть, у кого-то из наших зрителей сейчас будет диссонанс, потому что все поздравляют мужчин, и можно было бы, наверное, сегодня поговорить в эфире что-нибудь о мужском здоровье или что-то такое. А мы вдруг задумали поговорить о грудном вскармливании. Ну, если даже не брать мужской праздник, то почему вообще мы об этом решили поговорить, и в чем важность вот этой темы? Ну, я так думаю, что важность этой темы, в первую очередь, и актуальность установил наш президент Владимир Владимирович Путин, потому что он объявил 2024 год годом семьи. И, конечно, грудное вскармливание, оно является вообще основой здоровья ребенка. А если он является... Это является основой здоровья ребенка, значит, это является основой вообще будущей Самарского региона, нации, потому что грудное вскармливание уже не один век, начиная с 1989 года в Семьер-Организации Здравоохранения была принята декларация о поддержке и распространении опыта грудного вскармливания, причем в основу данной декларации были положены ученые исследования нашего корифея педиатрии, Спиранского. Он был основоположником вообще теории о охране материнства и детства и поддержании грудного вскармливания. В 89-е это уже почти 30 лет, да? Да. Но это... Я не могу сказать, что это было вообще такие и начальные знания, это уже не первое и более распространенное мнение о том, что необходимо грудное вскармливание поддерживать. И из года в год, благодаря клиническим исследованиям, которые проводятся не в одной стране, мы узнаем о том, что грудное вскармливание – это фактически в его состав, входят те необходимые элементы, ферменты и другие составляющие, которые с года в год открываются все новые и новые. И чем дальше продвинется наша медицина, тем более новые аспекты мы будем узнавать. И я думаю, что это будет только поддерживающие аспекты, которые будут нам говорить о том, что грудное вскармливание по-прежнему будет оставаться основой рациона питания младенца. Ну вы так виртуозно вписали год семьи в нашу тему сегодняшнюю. Я думаю, что не менее виртуозно можно сюда и вписать мужчин, поскольку благополучие семьи, благополучие папы, благополучие главы семьи – здесь все очень тесно взаимосвязано. Все хотят, чтобы ребенок рос здоров. Да, это да. Если вы чуть-чуть опоздали к началу программы, я еще расскажу, что сегодня у нас в гостях Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по городу Самаре. И тема, которую мы сегодня выбрали – это грудное вскармливание. Ну а все-таки, несмотря на то, о чем вы сказали, насколько уж так необходимо кормить ребенка грудью? Ведь вот все молочные смеси, которые сейчас продаются, сделаны по медицинским показаниям, по медицинским рекомендациям и как заявляют, в них есть абсолютно все питательные необходимые вещества. Ну, конечно, изготовители молочных смесей, так говорят, исключительно ради рекламы и продажи. Грудное вскармливание пока на данный момент заменить практически и не то, что практически, а невозможно, потому что грудное молоко каждой женщины, оно индивидуально. Индивидуально и для каждого ребенка иммунологически, метаболически имеет свои особенности. Грудное молоко даже отличается у женщин в зависимости от того, когда произошло родоразрешение в зависимости от пола ребенка и меняется в течение дня, даже в течение одного кормления. Грудное молоко имеет уникальное соотношение белков, жиров и углеводов. И такая форма белка, которая, в общем-то, усваивается организмом ребенка практически, не вызывая никаких проблем со здоровьем. Грудное молоко содержит ольгосахариды, которые являются основой микробиота кишечника, что в дальнейшем, если это по-другому происходит, способствует развитию заболевания желудочно-кишечного тракта, если ребенок не на грудном вскармливании. Также грудное молоко в данном контексте мы сейчас рассматриваем не как продукт для того, чтобы рост ребенка развивался, а мы его рассматриваем как некий такой механизм, который потенцирует, фактически программирует состояние здоровья ребенка за счет его иммунологической, метаболической составляющей. И если мы будем говорить о исследованиях, которые в отношении грудного вскармливания проводились, то их огромное количество, они очень многочисленные, они длились не один год. Эти исследования позволяют даже говорить о краткосрочных и долгосрочных вкладе в здоровье как матери, так и ребенка. То есть фактически мы говорим еще о грудном вскармливании, например, и оно содержит такие клетки, как антиканцерогенные субстанции, которые говорят сами за себя, стволовые клетки, которые способствуют росту развития ребенка и органов, и систем. То есть фактически на данный момент грудное молоко заменить невозможно. Вот только хотела вас спросить, а что же у него такого, что нельзя произвести в лабораторных условиях, видимо, вот то, о чем вы говорите. Та форма и то сочетание, и оно индивидуальное для каждого ребенка. И поэтому практически на данный момент мы же не можем взять молочную смесь, и к каждому ребенку персонифицировано как-то ее, ну, может быть, это, вероятно, медицина будущего. Возможно, это вот когда-то будет реализовано. Но на данный момент та биологическая связь между ребенком и мамой, которая возникает, способствует генетически тому, что молоко каждой женщины индивидуально и приспособлено для ее собственного ребенка, и таким образом, что способствует формированию здоровья. А правильно ли я вас поняла, вы сказали, даже зависит от пола ребенка, что, например, если у мамы сначала родилась девочка, скажем, а следующим ребенком будет мальчик, то состав молока у мамы будет различным. Состав молока меняется в зависимости от пола, возраста и даже времени суток. Природа удивительная. Да, я согласна с вами. Вы сказали, что первый документ, о котором мы говорили, исследование было проведено более 30 лет назад. Скажите, а вот давайте возьмем тот период, когда вы работаете доктором. Вот за это время отношения, наверное, надо разделить здесь на две части отношения медиков и отношения мам к грудному вскармливанию, оно менялось? Вы знаете, конечно, отношения медиков не изменилось, оно только усилилось в отношении того, что мы стараемся проводить обучающие школы, санпросвет, работу с родителями и рекомендовать им грудное вскармливание в соответствии с декларацией, которая была принята Всемирной организацией здравоохранения, хотя бы небольшой период времени, но вообще ВОЗ нам рекомендует от 6 месяцев и более. Хотя бы 6 месяцев. Но если даже короткий период, то это тоже очень ценно, потому что это тот небольшой промежуток, который все равно закладывает вот такие глубинные составляющие здоровья ребенка. Что мы говорим о наших родителях, которые также посещают наши обучающие школы, сейчас несколько изменилось отношение в плане упора на красоту женщины. Женщины несколько стали по-иному относиться, и для некоторых, наверное, отношение к своей красоте, косметологической, к своей форме груди, хотя Всемирная организация здравоохранения и клинические исследования говорят нам о том, что на грудном вскармливании индекс массы тела женщины снижается за первые 6 месяцев практически в полтора раза. Поэтому как бы это и говорит о том, что... Даже в спортзал ходить не надо. Нет, мама не поправится, если в принципе она не будет очень стараться постоянно утром, вечером и днем, и еще плюс дополнительно питаться. В принципе, режим питания у нее практически тот же самый, который и был. Вот, к сожалению, мы сейчас видим по обращаемости наших пациентов в поликлинику о том, что сторонников грудного вскармливания и продолжительность, самое главное, грудного вскармливания, к сожалению, поубавилась, несмотря на то, что мы, медики, всегда стараемся родителям объяснять о ценности грудного вскармливания. И это, конечно, нас очень тревожит. Вы говорили о том, что существуют многочисленные и очень серьезные клинические исследования на эту тему. Скажите, а вот это наша российская фантазия или в других странах тоже аналогичные рекомендации, аналогичные исследования? Нет, это, конечно, рекомендации всего мира. То есть я сейчас говорю о той декларации, которая была принята не только российской страной, но это мировая тенденция поддерживать грудное вскармливание. Другое дело, что есть еще и юридические аспекты. Мы же не можем, как бы, мы можем порекомендовать, но не планируем заставлять. Мы пытаемся рассказать о преимуществах. Мы стараемся в родителях найти своих сторонников для того, чтобы практически к нам ребенок, например, в лечебное учреждение, обращался только с профилактической целью. Не для того, чтобы мы его лечили, поддерживали его здоровье, сидя с его заболеванием, а стоя только с точки зрения, чтобы посмотреть его профилактическими осмотрами, убедиться, что у него все прекрасно со здоровьем, и еще раз сказать маме, какая она молодец, потому что она кормила грудью до 6 месяцев и более, благодаря чему основу здоровья сформировала своему ребенку. И вот как раз в один из таких прекрасных дней, когда к вам приходили только мамы со здоровыми малышами, у вас в поликлинике побывала наша съемочная группа, и давайте вот сейчас вместе со зрителями как раз посмотрим сюжет, который мы там сняли. Ирина Амельченко находится в декретном отпуске. В поликлинику пришла для планового осмотра своего 4-месячного сына. У женщины это второй ребенок, и он также находится на грудном скармливании. Это очень удобно, это не нужно разводить смесь, ночью особенно приложила к груди, и все, во-первых. А во-вторых, ну, ребенок спокойнее. Наглядно вижу то, что и пищеварение лучше у ребенка становится, и он спокойнее, и лучше спит. Ну, вот то, что передается именно иммунитет от мамы к ребенку. Важность грудного скармливания для малыша трудно переоценить. Это не только естественный способ питания, но и способ передать ему заботу и любовь, которые влияют на здоровье и развитие ребенка в течение всей его последующей жизни. Психоэмоциональный контакт, который формируется возле груди матери ребенка, он практически незаменим. В дальнейшем эти дети более психоэмоционально устойчивы к стрессовым ситуациям. Мы, педиатры, участковые, очень помогаем этому. Говорим о том, что это, как это важно. Показываем маме, как подготовить грудь к кормлению, какие в будущем добавлять препараты какие-то для лактации, для улучшения лактации. И это все формирует в будущем и желание мамы, и возможность ее кормить. Другим важным преимуществом грудного скармливания является тот факт, что ребенка практически нельзя перекормить. Медицинские исследования показывают, что предрасположенность к ожирению в большинстве случаев закладывается в первые годы жизни ребенка и в основном по причине неправильного кормления. В случае использования искусственных смесей для кормления детей риск развития ожирения очень велик. Кроме того, материнское молоко является лучшей профилактикой аллергических болезней. И если эта возможность есть до двух лет, и до двух с половиной лет, и мать-пусть продолжает кормить этого ребенка, потому что это будет только польза для него в будущем. Ограничение в кормлении, что все, два года и мы прекращаем, или год мы прекращаем. Чаще всего женщине приходится прекратить грудное скармливание, потому что ей надо выходить на работу, ей надо заниматься другими детьми. Какие-то семейные обстоятельства складываются так, что просто приходится прекратить это. Но ограничением какого-то возрастных в кормлении ребенка нет. Ирина Акименко считает, что кормить грудью может абсолютное большинство женщин. Но каждой матери необходимо быть замотивированы на грудное скармливание. Здесь очень важна помощь близких людей, мужа, родителей. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. Специально для программы «Звоните доктору». Мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области по городу Самаре Светлана Пыркова. Мы говорим про грудное скармливание. И если вы хотите присоединиться к нашему разговору, либо у вас есть вопросы, можно с нами поспорить, наверное, да, Светлана Александровна? Телефон прямого эфира 202-11-22. Вообще, очень было бы интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Прежде всего, я, наверное, хотела бы спросить, а существуют ли противопоказания для кормления грудью? Да, противопоказания существуют. Причем мы их делим на противопоказания к кормлению грудью со стороны мамы. Есть противопоказания к кормлению грудью со стороны ребенка. Ну, вот некоторые из них, если мы говорим о состоянии здоровья ребенка, например, это какое-то тяжелое состояние вследствие, например, преждевременных родов, малый вес, когда ребенок просто не может сосать. И тогда мама сцеживает молоко и докармливает ребенка. Это, может быть, какие-то челюстно-люцевые аномалии, когда просто не сформированы челюсти, и ребенок из-за вот особенностей не в состоянии сосать. Но есть еще заболевания, которые мы сейчас выявляем при помощи раннего расширенного неонатального скрининга, причем редкие заболевания, которые тоже противопоказанием являются. Буквально несколько из них – это, например, фенилкетонурия. Особенностью данного заболевания является то, что противопоказано грудное вскармливание так же, как и ребенок, например, из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции. Ну а противопоказания со стороны матери – это, конечно, инфекционные заболевания, такие как, например, туберкулез и ВИЧ-инфекция. Ну и, может быть, какое-то тяжелое состояние, когда мама по своему вообще самочувствию после родов просто не может, не в состоянии предложить ребенку грудное вскармливание, например, какие-то почечные проблемы с почечной недостаточностью. Ну и, конечно же, это онкопатология и прием цитостатиков и химиотерапии. Но фактически, как у нас обычные родители вопросы задают, а если я заболела, я могу кормить грудью? И мы в этих случаях отвечаем – обязательно нужно кормить, потому что во время заболевания мамы у нее формируются антитела к возбудителю, и это тот иммунитет, который она передает с грудным молоком. То есть еще раз возвращаемся к тому вопросу, что молоко индивидуальное меняется в течение дня, и в зависимости от того, даже дня, ночи, вечера, состав грудного молока уникальный. Если за 100% принять количество всех мам молодых, у которых родились младенцы, то примерно какой процент все-таки попадает в противопоказания? Это очень редкий процент. Я так думаю, даже не будет более 1%. То есть фактически вот таких вот противопоказаний, мы их можем пересчитать по пальцам, а не единицы. Если у нас есть в лечебных учреждениях такие мамы, мы их знаем пофамильно, доктора. Тогда я бы хотела обсудить с вами некоторые моменты, которые мы сейчас услышали из уст вашего прекрасного доктора, я так понимаю, амбассадора грудного вскармливания. Очень убедительно. Но меня удивили некоторые вещи, я поэтому хочу их сейчас прояснить. Ну вот, например, я, кстати, это читала и в других исследованиях, что грудное вскармливание влияет на психику ребенка. Каким образом? Ну, тут есть несколько моментов. Например, в грудном молоке содержатся обего-3 полинасыщенные жирные кислоты, они способствуют формированию и проведению нервных импульсов в головном мозге, они улучшают и формируют у ребенка когнитивные функции. И если мы говорим, например, об удаленных последствиях грудного вскармливания, то те родители, которые ребенка кормили грудью, у них, у этих детей уже, мы говорим о детях, выше коэффициент интеллекта от 4 до 7-10 баллов. Я вот тебе тоже это выписала и думаю, ну, не может же такого быть. Представляете, насколько длительные исследования проводились, брали группу и потом в течение достаточно продолжительного времени оценили состояние здоровья, коэффициент интеллекта, предрасположенность к различным заболеваниям, в том числе и хроническим. Вот настолько большую важность имеет грудное вскармливание. Мы, наверное, многое уже сказали из этого, но, тем не менее, еще раз попробую как-то все обобщить. Вы говорили о долгосрочных, о краткосрочных результатах грудного вскармливания и о долгосрочных. Вот краткосрочные, самое первое, что можно уже видеть на первых месяцах жизни ребенка, это что? На первых месяцах жизни ребенка, во-первых, за счет грудного вскармливания формируется ритм циркадный сна и бодрствования. То есть ребенок уже учится соблюдать интервалы между кормлениями, засыпать и просыпаться. Это очень важно, в том числе и для формирования его нервной системы. На грудном вскармливании дети на 30% меньше болеют острыми кишечными и респираторными инфекциями. До 35% снижается среди детей, которые получают грудное вскармливание, заболеваемость средними атитами, пневмониями. То есть это вот те самые краткосрочные перспективы, о которых мы говорим. Если мы же говорим о долгосрочных перспективах, то это предрасположенность к хроническим заболеваниям. И по результатам клинических исследований грудное вскармливание влияет на развитие во взрослом возрасте у детей, которые получали грудное вскармливание, на предрасположенность к формированию бронхиальной астмы, на формирование ожирения, снижение практически на 35-40%, сахарный диабет второго типа, на заболевания кишечника, такие как болезнь крона и специфически такие язвенный калит, которые сейчас в последние в течение 3-5 лет из-за особенностей, наверное, наших продуктов стали достаточно высоко распространимы, хотя до этого они были крайне редки. И у детей, самое главное, они стали появляться, и они требуют очень тяжелой, интенсивной, длительной терапии для того, чтобы ребенка, в общем-то, вывести в ремиссию. То есть фактически, когда мы говорим о грудном вскармливании, это любой педиатр может стать, как вы сказали, амбассадором, потому что для нас ценность очевидна. Мы с ней сталкиваемся ежедневно. И это является итогом дальнейшей нашей работы. То есть мы наблюдаем за развитием, за его здоровьем, потом сравниваем, кормила маму грудью, не кормила, и можем уже делать выводы о том, насколько мы увидели эффективность его. И надо еще раз подчеркнуть, что вот сейчас это не предположение и не догадки, а это результаты проведенных исследований. Клинических исследований. Еще один факт, который меня немножко удивил, а действительно ли, что грудное вскармливание, вот мы сейчас про пользу для ребенка говорим, а действительно ли оно еще и защищает мать от диабета, рака молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний? Вот такой факт имеет место или нет? Да, те же самые клинические исследования говорят о том, что они еще снижают, грудное вскармливание снижает предрасположенность к раку яичников, что влияет на формирование снижения предрасположенности к ожирению. Как я уже говорила, что индекс массы тела мамы в течение первых шести месяцев снижается практически в полтора-два раза, если она, конечно, но не превышает свой обычный рацион. То есть вот ценность грудного вскармливания, она очевидна не только для ребенка, но и для мамы, потому что она сохраняет ее здоровье. Скажите, а какие основные причины, почему мамы отказываются, не хотят кормить ребенка грудью? Ну, вы вот уже сказали, что есть мнение, кстати, неподтвержденное, что это как-то меняет форму груди, ухудшает ее красоту. Что еще? Иногда у мам просто не хватает терпения. Например, когда ребенок впервые прикладывается к груди, как правило, это бывает в родильном зале, а затем в дальнейшем для того, чтобы, как я говорила, уже ритм сна и бодрствования сформировался, ребенку предлагается свободное вскармливание, то есть вскармливание по желанию ребенка. И получается, что мама в течение практически первых полутора месяцев занята только собой, молочными железами и кормлением ребенка. У нее практически нет возможности заниматься какими-то домашними делами, при этом она сама должна тоже питаться, и это может вызывать, например, какие-то еще плюс повреждения грудной железы, я имею в виду соска, не всегда получается правильно его обрабатывать, и все равно прикладывание часто ребенка к груди вызывает какую-то сухость, хотя мы даем тоже рекомендации, как с этим бороться. И вот это вот постоянное занятие одним и тем же, отсутствие возможности участвовать в жизни семьи, особенно если это не один ребенок, вызывает у мамы тревогу, и вот какое-то, наверное, не всегда правильное отношение к продолжению грудного вскармливания. Ночное кормление мы рекомендуем, потому что это тоже поддерживает грудное вскармливание, но это нарушает ритм маминой жизни. Ну и могу сказать еще, есть такой момент, что где-то в конце первого месяца происходит физиологическая убыль молока, но если продолжать, ребенка прикладывать к груди, она через какое-то буквально несколько дней проходит, мам это пугает, они предлагают детям молочные смеси, если они предлагают молочные смеси, то, как правило, делается это из бутылочки. Ребенку не нужно трудиться для того, чтобы получить молоко, борясь с соском, если так можно выразиться, да, он только дотрагивается до бутылочки, как из отверстий начинает течь молоко. И, конечно, ему гораздо проще пользоваться соской, нежели потом пытаться рассосать молочную железу для того, чтобы получить хотя бы каплю молока, потому что труд ребенка при, допустим, лактации мамы приравнен к труду шахтера, то есть настолько сил нужно прикладывать поначалу. И не все дети хотят быть шахтерами. И не все хотят трудиться. Все предпочитают чуть-чуть дотронуться до соски, чтобы молоко полилось в рот. Поэтому вот как-то вот эти все аспекты, они иногда для женщин являются тем фактором, который способствует прекращению грудного вскармливания, к сожалению. И нас не получается уговорить их поддержать, помочь. Чем чревато для ребенка очень раннее отлучение от груди, от грудного молока? Ну, в первую очередь, больше предрасположенности к частным респираторным вирусным инфекциям. Причем эти вирусные инфекции, они могут быть с проявлениями как кишечными, так и просто катаральными явлениями. Это грозит риском развития в более раннем возрасте ожирения, сахарного диабета, даже онкозаболеваний. В общем, все это повышает риск развития мною перечисленных заболеваний практически в два раза. Вот ваш амбассадор сказала, если я ее правильно поняла, что нет предела тому периоду, в течение которого женщина должна кормить ребенка. Ну, что, до 15 лет? Вообще, вот все-таки, какие рекомендации, до какого возраста хорошо бы, чтобы ребенок получал грудное молоко? Ну, хотя бы, как говорит нам, опять же, Всемирная организация здравоохранения, это 6 месяцев и год. Почему мы говорим именно о данном периоде времени? Потому что, начиная с 6 месяцев, мы детям вводим прикормы. Это может быть и, например, в зависимости от того, если ребенок на грудном вскармливании хорошо прибавляет вес, и то это в среднем может быть, например, овощное пюре. Затем мы начинаем вводить, в зависимости от анализа крови ребенка, можем предложить мясное пюре уже, потом каши. И поэтому часть рациона ребенка замещается тем продуктами питания, которые мы ему предлагаем для того, чтобы он получил полноценные белки, жиры, углеводы, витамины, железо, все остальные необходимые составляющие. Но все равно утреннее и ночное кормление и, может быть, дневное должно быть грудным. И это может быть до полутора лет, до двух лет, до трех лет. Все зависит от того, насколько мама рассчитывает и видит от этого эффективность. Но 6 месяцев в год – это оптимально. Вы говорили о том, что проблемы с трещинами, с болью бывают от неправильного прикладывания ребенка к груди. Ну и вообще вот эта тема, она вроде бы простая. На самом деле тут ведь есть нюансы. И здорово, что вот у вас проходят школы обучающие. А как вы относитесь вообще к идее, чтобы в поликлиниках появился именно специалист по грудному вскармливанию? Вы знаете, я прекрасно отношусь к этой идее. И фактически вот программа поддержания грудного вскармливания, она и подразумевает, что среди медиков могут быть, вернее, даже медики, они должны привлекать со стороны родителей, сторонников, которые будут рассказывать о преимуществах грудного вскармливания. На собственном примере, вот как, например, вы показывали в сюжете, что мама, у неё второй ребёнок, она первого ребёнка кормила грудью до полутора лет, второго ребёнка кормит грудью. Вот такие вот родители, они являются нашими помощниками, сторонниками. И мы объясняем родителям с привлечением, в общем-то, родительского... родителей других о преимуществах грудного вскармливания. И это способствует его поддержанию и распространению. Ну, всё-таки слышат вас, мамы. Хотелось бы, чтобы слышали больше. Чтобы слышали больше. Вот, собственно, этому и была посвящена сегодняшняя программа. Я надеюсь, что вы нас действительно услышали. И пусть ваши малыши непременно растут здоровыми. Ну и потом это же удобно. Ни бутылочек, ни сосок, ничего прочего. Спасибо, Светлана Александровна, за эту важную тему. Но мы всё-таки поздравляем с наступающим праздником, мужчин. Да, мы поздравляем мужчин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова